с наступающим что ли да тут как бы праздник на носу на глазах на лице в душе а на голове на голове это праздник есть нет все успели записаться все успели попасть к своим мастером по ногтям косметологом парикмахером да но лично я знаю что не все а дело все в том что если не попал мастеру то что нужно сделать наверно покрасить самостоятельно этот тренд не дает покоя все наверняка видели эти видео про домашнее окрашивание от эксперта по бытовому окрашиванию волос ребят сегодня мы для вас делаем то что делали примерно два года назад мы сейчас пойдем к масс-маркет сходим золотое яблоко сходим в рингош сегодня в магнит купим бытовую краску и будем это все тестировать потому что ну ну бывает же такое ну мастер заболел 0 ли вы не успели но надо самой найдем самый безопасный найдем самый прикольный и действенный способ покрасить самостоятельно или наоборот решим что нам этого делать вообще не надо поэтому рванули времени достается совершенно мало у нас просто полчаса до закрытия торгового центра поэтому сейчас идем бегом золотое яблоко за 15 минут покупаем что-нибудь здесь потом бежим в ревго так быстро ориентируемся где у нас что-то для волос вроде как по виду там идем смотреть по ассортименту по ассортименту по ассортименту так нет и дезики открыт бытовая химия корейская так и краски так вот лаки краски так счет нашел ультра платиновые осветления до 9 тонов да что вы говорите даже порошок не осветляет прекрасно это у нас будет номер раз это у нас номер раз дальше преферанс сша здесь серебристо-серый яркость света суши я прям хочу сияющий стойкий пепельный все же мечтают о пепельном да это же прям самый топчик так хочу она здесь ультра платиновые 1021 светло русый пепель на чем мы возьмем светло светло русый перламутровый осветляющие здесь осветление до 9 тонов интересно чтобы сказала катя какой из них лучше ну да ладно мы же с вами умнее чем катя вы же мои ученики и знаете как опасно вся эта хрена тени но тем не менее одним в реале мы не отделаемся нам нужно чуть попроще нам нужен какой гарнир девушка где-нибудь у вас гарнир продается 5 краска нет конечно зачем мы будем делать эксперимент с бытовыми красками а то тут ага так прекрасно мы сейчас будем выбирать так вот это я взял это мечта всех да все россии не стать а здесь порошок не справится а тут надо так гарнир хочу нас 81 пепельный и чуть светлая максимально 910 10 белое солнце да а подождите вот тут есть какой-то 111 волосы супер осветляющий платинный вон замечательно волосы в четыре раза сильнее почему вы не краситесь четыре раза сильнее будет так что наверное а это что такое улья глубокий черный очень светло русы и очень это 5 5 очень светло русский так где-то 10 пепельно-платинного блонд очень интересно за супер осветляющие не получается желтее а это прям белее что возьмем color sensations а чё она стоит то вообще а слушать так это же это же бюджет 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 мы сейчас с вами нагребем ребят мы сейчас тут накрасим вам такого чем масляная чуть возьмем до восстанавливаем волосы вы знаете я думаю хватит нам еще потом пару мест заскочить но спасибо большое поэтому смотрите потом будет ролик увидите все эксперименты так первая закупка есть слушайте но я думаю более чем да у нас есть олия олия это у нас практически и ну а потому что гарнира лориалит один концерн гарнир соответственно color sensation пепельный платиновый блонд 111 супер сильно осветляющий здесь у нас супер холодный мечта всех и ультра платиновый идем на кассу и бежим следующий магазин ребята еще вам совет аккуратно с карточками не надо стирать карточки в сушильных машинах и в стиральных машинах они потом nfc не работают и гнутые становятся и какая нас елка красивая в ремонте стоит покажи ёлк большая она 2 магазин еще одна покупка мы уложились кстати за 10 минут так смотрим чего нас тут так здесь у нас есть кастинг объявляем кастинг на кастинг кастинг он же блин осветляющий тоже безымячка лориалевская спать откуда я знаю знаю я много чего знаю универсальный очень светлорусы боже как это красиво звучит универсальный светлорус так что не ну у нас в реаль есть я бы хотел чуть еще посмотреть а гарнир гарнир но мы кстати вот этот день ребята золотом яблоки она в два раза дешевле там по 160 было не ребят но даже бытовое окрашивание домашний крашу значит бюджетное окрашивание ну дорого очень дорого 300 рублей мы там по 407 взяли парочку поэтому нет мы едем в бюджетный магазин мы едем в магнит но ревошу все равно спасибо у них сервис прикольные штуки ну а еще как бы я-то надеялся там не знаю какой-то волатон взять там и не знаю но сейчас у меня задача есть сильнейшая мне нужен палет мне нужна какая-нибудь фара дамы импрессия плюс крючкой хрень такая дикая но я думаю найдем поэтому сейчас направляемся к выходу он выход пошли идем к выходу бежим в машину и следующий магазин о нормально фонтан закрыли ты видел фонтан закрыли так народ источник то узнает почему фонтан закрыли мари море так без приключения не бывает приезжаем в магнит я заезжаю на парковку выключайте свет и открываю 200 и включается и закрываю дверь себя включается эскалатор они работают музыка не работает поэтому у вас хорошая тишина если в этом море моли в нашем боке и была музыка здесь тишина так мы куда-то идем я уже не понял так нам или рынок нужно мыльно-рыльная мыльно-рыльная так так мне кажется это где-то здесь да вон слева 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 он сушится я понимаю богатый выбор в этом хренатень всякая была слушайте кстати реально девочки если кто-то пользуется карниером дома яблоки самый дешевый 176 рублей что такое значит 111 на гарнир взяли так на гарнира мы не смотрим о боже о боже эстель что я вижу все брать и стиль нет так сказал пишите в комментариях брать и стиль или нет там были где-то так как и стиль в комментарии залезу после того как вы ролик уже посмотрите а мне же нужны это святы так слушайте 10 105 это что-то должно быть studio professional таково с мхр ешь ты отрешь ты 90 105 105 на 90 это как будто повышенное давление вы точнее пониженная но это не осветляющая краска на тонирующая краска потому что здесь максимум из русого уже не рекомендуется роскошные цветы точное попадание в тон берем на реально зеленая какая-то я боюсь не на которой она прям зеленая не нахрен у нас здесь есть studio professional 3 в одном 8 10 штукой 810 осветление до 80 уровней он тяжелый эффект даешь ты матреш ребят ты чё вот чем надо пользоваться блин они так кайф это есть палец 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 10 11 10 25 лет с вами вы кстати видели что теперь новый палец он теперь вот такой вот палец а был вот такой палец вот если шварцкоп год тубе сделали кстати такую же хрена тень как и лореаль которую мы с вами взяли 639 мы взяли по 470 реально какие-то скидоны прям чё серебристый блондин если бы я увидел вот такие вот волосы на ком-то я бы испугался в плане того что они прям выглядят как сухой жженый парик так берем дальше я сказал будем по всякому дешману идти давайте идти по дешману 5 ребят честно я не хочу брать эстель потому что первое мне кажется что цвет реально будет неплохой потому что хоть это и самый мой нелюбимый краситель но оттенок 1076 у них палитре хороший все берем я купил эстель вашу мать что происходит с этим миром фара куда без фары так блондор 500 осветляющий крем платина оттенок 10-1 но номер 354 понимаешь белое золото белое золото 181 вот просто посмотрите на вот эти корни я вот думаю если честно будет тут именно так то есть пипец я же говорю что у нас цвет выключили вспышку включи пожалуйста у тебя должна быть значит черные корни потом зеленые зеленая середина и белые концы включили слушай честно мне кажется надо взять вот вот это и получить черные корни зеленую середину и серые концы фара съез 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 что у съез а есть какая-нибудь хрень светлая ревлон ё-моё удивительно ревлон кстати профессиональная краска очень даже интересное что у нас здесь здесь у нас ультралайт эш блонд 05 петельный блонд только светлыми находки золотистый так мы взяли лореаль я не думаю что лореаль будет сильно хуже так давайте сейчас еще один какой-нибудь еще какой-нибудь один чё фару взяли вы же у меня молодцы вы же не пользуетесь всякой шляпой но шляпу надо протестировать значит так лореаль есть один в реале есть 2 оля гарнир два гарнира есть так кастинг мы не берем потому что он тонирующий палет мы взяли куда же без палета фару мы взяли ракалор что там в калоре давайте посмотрим 7 7 единица пятерка темные нет всем и нас интересует есть какая-то краска стайлист 922 жемчужный блонд 139 рублей разработанного франции профессиональное окрашивание гиалуроновая кислота боже без аммиака без запаха попадание в тон плюс надежно закрашивание седины берем 922 ребят сорян ролик будет охренеть какой длинный потому что нам нужно будет осветлить волосы нам нужно быть осветленные всякими красками волосы затонировать а bad girl если я не особо не особоюсь если я не особоюсь это по-моему то что снежа делает до снежана венецкая или внеченка внеченка не помню точно простите пожалуйста снежан если видишь ролик извини если я перебуду твою фамилию знаю что ты снега или снижа поэтому все взять этого краску или не взять даже не крашу в яркие цвета хотя сиреневый нравится никакой прикольно не мы про блонд с вами мы цветное окрашивание как нибудь замутим следующий раз возьмем его тоже из масс-маркета так взял знаете я просто в большей степени по профпродуктам и поэтому у меня даже сейчас ролик будет посвящена именно осветлению бытовыми красителями но из личной практики из личного опыта я знаю что у меня есть девочки которые осветлялись гараньером и осветлялись лореалем и они из всего что было были всегда самыми лучшими лориаль или гарнир они были всегда самые сильные но если опять же смотрите если там есть порошочек составе то это называется гибридная смесь то есть это обесцвечивание плюс осветление это очень жестко для волос вам кого в кого может сестру муж подругу всегда просят я покупала съезд сейчас его нет давайте глянем если нужно максимально светло до прям блондинку блондинку сделать прямо осветлитель я вот если честно взял для тестирования вот такой продукт потому что в принципе лориаль всегда он показывал максимально приятные результаты из всего что было и он дает максимально сильное осветление закрывать его откроем откройте кстати мне просто руки сейчас выберется главное чтобы не было порошка там нету порошков усилительных то 90 процентов что это просто именно порошок порошок это гибридная смесь это очень мощно это прям прям в светло-желтый может высветлить здесь получается просто краска осветляющая то есть это будет мягче поэтому надо вам вспомнить было ли там были порошочек тогда это будет ближе по степени мощного осветления да не за что пожалуйста эту чего увидел визит гарнир color sensation скучно цулинг так и зокальный блеск что это платиновый металлик боже так ребят кто из сочи я чувствую после ролика вы можете прийти и забрать все и протестировать самостоятельно потому что там охренеть сколько всего мы пошли на кассу иначе сейчас несут все полки все пойдем на самообслуживание там проще будет отвечаю самый красивый цвет будет состоянии волос не знаю но цвет будет по-любому красивый используем все лояльности скидка сама себя не скинет грузите сказал наш как делаем я баллы коплю мама их тратит я их опять коплю мама их тратит какая красивая карточка это как в этом мастерской синдиката да везде там 1469 рублей дзынь ну дзынь не дзынь ничего делать здесь все эконом но краска дороже а там мне пакетик дали красивый сейчас подумают что мне золотое яблоко приплатила нет не приплатила короче я пошел это непривычно что эскалатор не работает начинаешь по нему идти кажется что он сейчас вот-вот двинется и голова крышится тишина пипец анголицы между прочим холодно целых наверное 10 градусов и даже дождя нет пишите какая температура у вас потому что у нас в прошлом году было плюс-минус также тепло в этом прохладно в общем мы тут на парковке вот что вы верили что это магнит большой экстра вы и так наверно по внутрянке видели а у нас начинается следующий день и мы оказываемся меня на работе мой единственный выходной которые дорогие мои дамы и любимые посвящаю вам потому что ну а когда бы я еще снял ролик перед новым годом поэтому сейчас там уже все подготовлено выставлены и вы посмотрите как отработает каждый из наших красителей мы сегодня обецветим точнее осветлим мы сегодня затонируем просто покрасим в общем хвостов много прядок много все для вас пошли давайте еще раз познакомимся с нашими сегодняшними конкурсантами участниками и подопытными какой-то степени как вы помните в начале ролика мы прошли с вами по трем магазинам но в двух из них купили косметику это у нас осветляющие и тонирующие красители лориаль преферанс бай али ли блондинг ультра платиновый оттенок минус 80 процентов повреждения цикле не на 9 тонов у нас c10 палец я даже знаю что эти 20 сильнее ноги 20 не было взяли c10 это осветляющий тоже легко осветляющий супер осветляющий гарнир 111 оттенок осветляет до четырех тонов далее у нас есть studio professional что-то за сто тридцать с копейками рублей осветление до 8-10 уровней уровней многоуровневый осветлитель а также осветляющая краска у нас от гарнир вот написано роскошная роскошный цвет стойкой краской платиновый металлик а я вам наврал они супер осветляющие она просто платиновый металлик мягкий оттенок должен быть хотя я не хотел бы но скорее всего так и будет самый красивый цвет 1076 от estelle домашняя серия оле 90 натуральный светло-русый 1081 который я обожаю допустим в лонде в были от пары коричневый желто-зеленый непонятный я надеюсь так и получится как на коробочке и стайлист по типу палеты чем-то мне напомнила коробка 922 жемчужный блонд хотя двойка обычно это перламутр фиолет но посмотрим что будет технология восстанавливающая с восстанавливающей технологии окрашивания gold legs будем смотреть ну что как будет проходить наш сегодняшний тестирование я приготовил для вас приготовил я буду хвосты из натуральных детских волос натурального седьмого уровня глубины и тона это все один был хвост который бесщадно срезали с ребенка я его подобрал и сделала вот такие вот тест-престь почему такие волосы почему не темнее ну давайте честно мы же понимаем прекрасно что темные волосы просто краской до белом и не осуществляем то есть даже на коробочках если посмотреть допустим тот же самый грани рта темно-русые русые светло-русые цвета получаются про темные или какие-то каштановый цвета мы не говорим не вариант для этого нужен нам обесцвечивающий порошок то есть это мы пробы наши осветляющие красители после чего будем делать тонирование а также мои подопытные с которыми я таскался в египет на beauty travel которые я тестирую с разными красителями пережженные переобесцвеченные недообесцвеченные недоосветленные в общем всякие разные и когда мы будем тестировать вторую нашу партию красителей именно тонирующих и окрашивающих мы будем работать как на свеже осветленных прядях так и на обесцвеченных прядях ну вот такой вот у нас нюанс для чего вообще этот ролик я сделал диджей кейслами которая наверняка в нельзя грамме появлялась вашей ленте или брился много раз заявляет что все мастера сжигают волосы что это парикмахерская мафия что нужно пользоваться обычными красками дома что они ничего не убивают знаете что я сейчас вам скажу а ведь доля правды в ее словах есть хотите хейтите хотите нет но по сути очень часто бывает что много парикмахеров реально сжигают убивают волосы потому что где-то протягивают обесцвечивание на ранее обесцвеченные где-то выбирают более высокие проценты оксиды дабы сократить время увеличить количество клиентов которые не могут принять в день где-то просто перегревают волосы климазонами сушуарами фенами то есть реально клиент может уйти из салона с обломанными волосами ну давайте не брать это за правило это все таки исключение как бы наша задача я вас на протяжении многих лет уже на канале учу как правильно мягко не убивая волосы сделать красивый блонд но здесь как говорится минус 80 процентов повреждений в десять раз волосы сильнее где это было написано а вот в четыре раза сильнее трехкратный уход давайте посмотрим можно ли осветлеть и не повредить так что понеслась как видите меня тут много я и моя тень и не мы с вами начинаем наш эксперимент будем начинать каждую распаковку с осматривания коробки и так ролик долгий поэтому хотите можете ускорить если нет в конце результат но я бы вам советовал все равно посмотреть от светло каштанового до ультра платинового блонда реферанс открываем смотрим содержимое окислитель это что у нас укрепляющий кондиционер это если вдруг не хватит кстати что я могу сказать про все эти бокоробочные краски ребят там такие прекрасные кондиционеры там столько силикона напихано не такие глянцево-шелковые прям в перчатке крем-краситель и порошочек то есть что мы здесь имеем по сути мы имеем 12 ряд мы имеем гибридную смесь делать вот это вот все замешивать я не знаю есть ли смысл вообще есть идея такая что как я говорю кто в сочи кто захочет экспериментировать остатки можете перейти забрать поэтому давайте посмотрим если у нас здесь 75 миллилитров здесь у нас 25 миллилитров и тут сколько грамм 22 грамма может поделим это все на 4 смешаем арнольд артурыч принеси мне калькулятор я же экономист и чтобы экономиками считать это не моя короночка сделаем по 1 4 будем наносить на термобумаги для того чтобы максимально сымитировать работу в контакте с кожей головы потому что все таки голова теплее вот термобумага поможет нам дать тепло и так 75 делим на 4 получаем 19 грамм до делим на 4 18 75 до 19 или на 5 поделить да не на 4 все отмеряем на весах чтобы было максимально точно просто весы разгромты ко мне все-таки мне сейчас это важнее 17 17 19 так дальше 22 делим на 4 получаем пять с половиной 0 или 5 еще капелюшкой будет пять с половиной пахнет бытовой краской пахнет аммиаком как всегда потом почитаем еще состава это у нас будет немножко отдельная тема для разговора ну и соответственно порошочек 22 также делим на 4 еще раз это те же пять с половиной вот отрезать ножничками на мы оторвем ручками наверное если я смогу если хватит силы нет не хватит каши я не ел они красивые но они старые я имени работу я ничего не только отрезаю так сыпем обнуляем порошочек белый между пятеркой и шестеркой прямо сейчас хочу сразу залезть посмечу написано составе не написано ладно будем искать позже сразу все ставим обратно сразу говорю мы не будем использовать вот эти бальзамчики которые после краски мне сейчас это абсолютно не интересно берем маленький венчик смешиваем и наносим пряди у нас как еще раз говорю с одного хвоста тест у нас будет максимально правдивый и выдерживать краситель на волосах мы будем столько сколько рекомендуется производителя здесь у нас написано здесь у нас написано на число здесь будет написано оставьте на 35 40 минут 40 30 45 минут дорожные корни внести корни мы представляем что у нас первичное окрашивание доставьте на 15 минут да короче 45 максимально возможное вот на 30-45 нам же нужно супер осветление на 10 тонов 9 9 но господи порошки не все осветляют на 9 тонов у них краска осветляет жидкая прям прям жидкая ну да ладно ни о ком несет прям прям в нос сшибает и прям обильно не знаю конечно как так можно обильно будет нанести дома на корни но мы сейчас имитируем но утрируем условия можно носите тонкими прядями у меня здесь хвостик поэтому мы делаем много красителя на малое количество волос будем надеяться что хорошо сверлится арнольд артурыч я тебя сегодня не отстану будь бобер мне еще маркер или ручку можно ручку я хочу написать на каждом конверте время я думаю нет сомнений что прядь хорошо пропитана потому что так значит у нас телефон на котором пишем 6 1446 1446 это у нас с вами реферанс плотина а в принципе лориаль можно написать реферансов 14 нет нормальная шариковый пишет почерк у меня конечно убийцы и мешать так наш первый подопытный не будем класть наши волосы ни на что холодное положим это все типа вот пока можно на слух стать не на холодный металл не на холодный материал дальше следующий краситель следующий краситель давайте возьмем гарнир тот же концерн за ул реаль гарнир колонны террол 111 супер осветляющий блонд осветляет до 4 тонов это уже больше похоже на истину значит темно-русово работает добавлено 5 масел составы будем читать позже смотрим состав а здесь мы уже не видим порошка осветлителя здесь у нас пакетик с бальзамом перчатки и окислитель с красителем ну то есть это просто спец блонд это реально спец блонд совершенно без проблем можно осветлить до 4 5 тонов 4 100 процентов высокомячный на 9 либо 12 процентов это делает 40 на 60 один к полутора классическая пропорция от лореаль значит можем взять с вами 10 и 15 удобная мембрана пластиковая туба а кстати там получается же в лореалевской краски будто большая бутылка значит в нее все выгружается он встряхивается и прям мажется по поборам так поехали густая краска 8 более чем хватит люблю классические пропорции смешивания 8 их 8 добавляем 12 суммарно получаем 20 грамм запах чуть более приятный естественная ляпнул себе на джинсы я сейчас буду быстро замывать джинсы новые я не хочу их залепать фартук одевать не будут чисто из принципа я буду чистый из принципа кисточку чистую взял значит по запаху еще раз запах более приятный запах не такой термоядерный кстати замечаю сразу проявление начинается красителя видимо на венчике то что остались минимальное количество персульфатов они дали проявление цвета это прикольно потому что здесь мы можем говорить о нейтрализации то есть вот этот вот фиолет который тут находится до в краске мы считаете его с вами прочитали он будет бороться с желтизной но знаете что это значит мы перри замешиваем порцию потому что здесь я остатками персульфатов выжгу нейтрализующий эффект поэтому да венчик будем мыть вот все видите это делается все в живом времени не готовился ни к чему хорошо что я не все смешал делаем губль 2 8 к экология пластик на пластике пластиком погоняет вот с одной стороны мистер обидно вчера девочка спрашивала в магазине про съез а съез а не было а то можно было бы затестить тоже я знаю другую вещь по которую как бы наверное не стоит говорить о тем не менее что l'oreal хотели открыть производство на заводе estelle приехали на завод estelle и уехали берем хвост и чистой кистью гарнир 11 время 1453 время выдержки 25-35 минут значит здесь пишем 35 минут от на этой пишем 45 5 минут наш любимый полет полет фантазии и всего прочего тюбик окислитель а 50 на 50 один к одному проявляющий эмульсия 9 процентов судя потому что снимай c10 е20 а это е21 к одному короче видите как пугают и путают людей вот здесь на тюбике написано 101 c10 здесь написано е20 в общем как я понимаю нумерацию палета если у нас все таки будет коробка е20 значит мы ее будем смешивать 1,2 допустим на 100 грамм 120 грамм а здесь у нас оттенок обычный классический он хоть и осветляет но это 10 уровень у шварцкопа 10 уровень глубины тона это осветление до двух-трех тонов мы посмотрим сейчас все проверим готовим нашу бумагу раз один к одному возьмем попроще у меня есть мисточка от шварцкопа мы шварцкопа будем туда замешивать обнулили месяц даже 11 получилось иначе 22 19 20 21 22 грамма смешали один к одному кисточек у меня много всего мне много поэтому венчик не хочу мыть каждый раз будем просто смешивать кистью краситель очень мягкий очень пластичный кристин вообще не воняет полет вообще не воняет ребятам правда не воняет подожди камон 10 ряд это аммиачный ряд он должен пахнуть состав аммониум гидроксид гидроксид аммония это аммиак хорошо в него одушку загнали либо ну где-то там вот сейчас чуть-чуть раскрывается анжелик николаевна а тебя можно хотя бы на секунду анж жена моя рабочая она жена моя рабочая услышала на секунду можно твой нос понюхать это 10 один палец это точнее три города 10-1 палец и 10 скажи то что это прям а вот это вот а вот это вот лореаль порошковый трехкомпонентный гибридная смесь до сильнее но там 9 тонов а здесь просто типа краска короче смотрим почему позвал анжелу анжела очень много лет работает уже со шварцем какая но сейчас она больше работает со шварцем и с десятыми рядами в частности замесили хвост пропитываю пряди просто на максимум вы можете сказать что вот здесь допустим я работаю с прядями длинными да то есть это хвосты окрасим и типа корни но ребят есть девочки которые хотят покрасить всю длину они будут мазать всю длину можно увеличить время полет с 10 время 14 59 ну давайте писать как есть 14 59 время выдержки время выдержки смывается через 6 8 раз держится до восьми недель это как ладно разберемся меня интересует время выдержки мы делаем все по инструкции так 30 минут нанесите на всю длину потом 22 нанесите на корни плюс нанесение по всей длине ничего не понял смешали намазали корни нанесите на всю длину волос на 30 минут а нанесение на всю нанесение на всю длину волос 30 минут замечательно 30 минут дико неудобная коробка студио профессионал smkr кто производитель то кстати как грузинские вижу армянские вижу а кто производитель казахские вижу я не вижу страну производителя ну да ладно там на тыльной стороне я уже увидел что здесь есть я коробку открыл только что первый раз ребят это блондаран блондарт осветляющий порошок оттеночная маска масляный флюид а обик россия так ну чё как чё смешивать инструкция 1 2 классика все мешаем пока по привычному нашему если это один к двум значит возьмем 10 на 20 вот дешевый блондаран то ли 130 или то ли 150 рублей голубенький порошочек составе персульфат калия на первом месте достаточно будет мощный порошок по-любому девочки а кто помнит вот помните блондекс был это была краска или это был порошок порошок красила себя кто был белый кто был желтый солнышки вы проявили свою натуру до при окрашивании блондов то есть на первом узкой консистенция жидковатая то есть вот такой консистенции отработать деликатно точечно по корням я думаю будет сложно потому что течет клянусь я думал это краска от не краска ну да ладно она же осветляющая осветляющая в магазине 6 рублей осветляющая осветляющая в магазине в магазине я вчера в магните затаривался в один свечек так прекрасно сейчас уберу чтобы не заляпаться если на джинсы лякну уже порошком то туда и точно нет стирают так стоять жидкий прям для мелирования не берем все вытечет нафиг полностью если конечно его сделать погуще возможно будет более стабильный но а нужно ли делать порошок погуще будешь прекрасно помните что чем выше пропорция смешивания тем мягче порошок то есть один к трем мягче чем 1 2 1 4 мягче чем 3 если 1 к 1 то это прям будет термоядер спалите все нафиг я думаю но я где говорил там цельчай нашел там сюда про маску читал вот фигня ты не то все я нашел так это у нас studio studio сейчас время 1508 и сколько времени нам нужно это выдержать я забыл а там по времени короче ну нам нужно 10 тонов ну чё ребят 35 минут отказано давайте 35 за 35 10 тонн вообще базар узеров так и что у нас там еще осталось на что-то еще осталось у меня есть еще два хвоста значит у нас с вами я думаю каждый смотрел на эту коробочку в том числе я не очень интересно что это правда интересно потому что серебристо-серый 10 112 пепельные пепельно-жемчужины цвет сохо яркость цвета как может быть все остальное цвет ярким это вопрос конечно 2 но здесь у нас опять по классике бальзам гелевый походу краситель да и оксид гель краска для волос до раньше вот в таких у тюбиках у нас был блин преферанс иксиланс крестинка называлась гелевая краска лориалевская коробочная ферия 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 и ферия 3d это были фигенские яркие оттенки возможно технологию взяли оттуда относительно вот этого красителя могу сказать что поскольку опять же зау лориаль включает себя гарнир лориаль не вею ля рош пазы виши в том числе и рэпки это может быть типа шейдзи кью я не знаю я не загадываю но пропорция смешивания 60 на сколько на 91 к полутора лориалевская классика делаем также 8 на 12 потому что гель он будет очень хорошо распределяться так хвостик и новая кисть я надеюсь на бардака внизу который меня стоит не видно но покажи хоть людям что мне там творится все реально никаких постанов все вот как она есть как она есть давайте возьму даже прядь потолще сюда воняет в нос сшибает только так упрачивающий гель спирт мусоргольдер натурат перед она безымячная но при этом она воняет этаноламин это у нас и нужная технология аммоний тилоктат это но это уже дальше все составы мы вам сфотографируем приложим скриншотами в конце ролика вы сможете просто поставить на паузу почитать посмотреть мы конечно не химики но по составу этот пройдусь немножко не прям так чтоб разбирать его я не думаю что каждый из вас будет разбирать состав если будет просто красить самостоятельно волнуй не надо вам результат нужен вот для результата мы это и делаем жиденькая жиденькая пары поэт прой уэт птица залетай в кадр птица залетай в кадр птица птица залетай в кадр ой вадик на стул поставь конжелки такие как раз птиц иди сюда поздоровайся со зрителями ты да иди сюда вадик пихая в кадр я никакой прямой эфир мы ролик пишем мы тестируем бытовые красители на осветление иди сюда поздоровайся с людьми да и вадика это ребята мои торговые представители на не мои конечно на другую представители брендов с которыми я работаю но давай честно какой какой-то в какой-то степени и персональные ой да ладно так что интересно что получится из этой хрени так смотрим время выдержки 30 минут 30 минут 30 минут замечательно значит у нас здесь он называется как от 10 112 так и напишем за вами 10 112 время нанесения 15 часов 14 минут время выдержки здесь у нас указано с вами 30 минут 30 минут казалось бы да счет там у того вот дело в прядочки протестировать с красочками я хочу ее сильнее намазать не так уж это все и быстро хочу ее прямо залить и не знаю почему я немножко не доверяю этой краски и и и и и и последний наш подопытный да у меня есть последний хвост и последним хвостом мы будем с вами красить будем красить с вами красить мы будем я думаю гарнир color sensation оттенок 910 потому что он тоже переводит из темно-русово платиновый блонд этот вот вивиц он эти не особо как-то он подходит для медирования для омбре для окрашивания по всей длине подкрашение корней но вы видите прям от очень светло-русово светло-русово и русово до платины какой-то мы это будем тонировать а вот этот вот осветлит не сильно но осветлит то есть я могу сказать что 910 гарнир по сути это тот же самый c10 от палет то есть это осветляющая окраска которая не супер сильно осветляет 8 стандартная пропорция 8 на 12 даже не буду показывать какой фирмы это кисть не знаю что сделать но она почему-то сейчас здесь стоит ой ребят какая она жидкая но пока может быть она конечно загустеет кстати не воняет запах такой достаточно мягкий убрали жидкая пипец я не знаю как такую краску будут девчонки намазывать самостоятельно как бы плюс в том что конечно она промажет все то есть даже если вы где-то что-то мне нанесли она пропитает вам любую толщину пряди или пробора которые вы возьмете но работать аккуратно такой густой смеси я думаю не получится а вы знаете что вообще львиную долю дохода косметических компаний занимающихся красителями для волос дают именно линии масс-маркета они профлинейки в свое время вэлла со своими вэлла тоннами и вэлла флексами делала больше дохода чем колистоны color touch и все прочие вместе взятые так это у нас девятьсот десять гарнир гарнир 910 время нанесения 15-20 и время выдержки так 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 1025 так что 25 минут прекрасно у меня осталось еще одна прядка которую я тоже думаю чем-нибудь намазать там происходит на человека низко мешаешь это оле знаете почему мягкие красители масляные некоторые девочки выбирают для того чтобы слегка осветлить себе волосы ну допустим русая хочет немножко посветлее да в теплом оттенке я знаю что эта краска реально неплохая свое время когда она только-только появилась у меня и бабушка ей красилась и мама ей красилась я считаю что близко парикмахером не был валюсь по возрасту жестко но тем не менее давайте нанесем все то же самое гарнир не парится последний эксперимент по осветлению на сегодня интересно будет вам интересно вы будете ли просматривать или будете перематывать я бы хотел конечно что вы посмотрели ой какая она жиденькая так есть сразу посмотрим время выдержки что-то потом напарится ставьте смесь на волосах 30 минут ну и максималку берем чем максималку потому что мы осветляемся если мы что-нибудь там тонировали то брали в минималку и все равно любая девочка все равно передержит я же знаю подольше подольше что получше прокрасилась и вот несмотря на то что краска жидкая консистенция у нее более стабильная то есть если у нас предыдущий краситель тёп прям сильно гранировский который за 10 910 color sensation то здесь консистенция не такая жидкая хотя при этом тоже краситель очень мягкий интересно можно было бы найти столько моделей для окрашивания готовым красителем снять это все на людях я думаю катя поначалу тоже занималась такими же разборами хвостов почему этот хвост оказался самый хилый ну да ладно это у нас значит поле время нанесения 1525 время выдержки 30 минут и давайте посмотрим сразу первые пряди что у нас там происходит гарнир 111 153 время выдержки 35 минут 14 50 или 14 53 32 еще 3 минуты и по идее ее нужно смывать ну такое она еще вообще никак не взялось поэтому ну давайте пять минуточек еще буквально юбстудей там чё происходит там чё-то рвануло вперед так оставляем на столе три минуты минимально навожу порядок и мы начнем постепенно все это смывать до основой первую на риску это у нас с вами была вариальт реферанс супер осветляющая которая с порошочком ну первое что я могу сказать по ощущению это обесцвечивание по сути у нас получается минимальная передержка в районе пяти минут это примерно то время которое любая девочка будет бегать в поисках полотенца собирания всего прочего ну и т.д. и т.п. резиновый но не очень но резиновый вот ниточка вот прям пружинит прям тянется светлые светлые а теперь давайте вспомним что там было написано там было написано 9 тонов у нас была семерка семерки мы поднялись на девять с половиной 10 не пахнет тут девятью тонами нет она прозрачная я не спорю она светлая как бы тут базар узира это был первый будем складывать вот так чтобы не потерять следующая у нас была граньер 1114 53 время 35 минут у нас 38 да мы даже чуть-чуть и передержали минут на 7 пока все убирали готовили вы ребят какая херня такая херня мой шок в шоке вообще мы должны были осветлиться тянется ну счет там конечно подосветлилась на ты же холодная но будем потом сушить будем смотреть складываем так 1114 53 по момент темнее стало 14 59 30 минут сейчас 39 до смываем бегу прям смываем смываем это у нас с вами палец c10 ну можно делать сноску на небольшое увеличение времени мышь не в корнях работали типа волосы старые но это волосы детские болен это ребенок которому было лет наверное 7 если эти волосы плохо осветляются что же можно говорить про волосы взрослых девушек там берем допустим возраста 20 до 30 до кого более темные исходники 15 25 15 00 35 минут час нас 1540 о это студию это порошочек давайте посмотрим выглядит он как порошочек пока самый прозрачный желтый до желтый запах не особо приятный а знаете что я скажу стабильность порошка посмотрите какая крутая стык видите точность нанесения да то есть ой щас про ноготь начнется мне много для проборов нужен то есть как нанес ничего никуда не поплывало нет вот этих вот тараканов рыжих при том что он жидкий он был прям реально сильно жидкий ну как вы знаете порошок можно держать и до 50 минут поэтому я думаю что конечно студия бы смог вытянуть сильнее так дальше что у нас тут с вами 15 14 15 20 15 25 так если у нас здесь 15 14 нужно 30 минут нет еще 30 минут не прошло все этим мы пока еще у ю перми театр а мы там просветление говорили да кажется с вами окей лежит догревается ждем 15 25 30 минут время 15 56 смываем это у нас гарнир олия масляный краситель я вам скажу а вот он как раз четко отработал он немного осветлил это 90 это без аммиака на масле да вот он прям его плавает да ну опять же говорить о выводах рано нам нужно это все еще дело высушить а потом еще у нас вторая партия красителей которыми мы будем тонировать наши хвосты но я так полагаю что только обесцвеченные из вот этих двух и те которые подготовил заранее потому что тонировать в платиновый оттенок вот такие темные волосы совершенно бессмысленно но прежде чем я хочу тут похвастаться это так приятно быть блогером когда тебе присылают такие вот ништяки мы сейчас с вами затестим новый фен от компании от вел я больше даже не распаковывал прям все в реальном времени вместе с вами это новинка компания только выходит на наш рынок а у меня постоянно тырят мой фен я такой думал боже какая прелесть какой хороший мне подарок на новый год новый фен сейчас как раз расскажу вам честный обзор но презентабельно однозначно это магнитик а уже приятно смотри красиво air jet g a air jet hd 6 great с цифровым дисплеем то ё-моё класс блин кого какой офигенный так подожди широкое сопло узкое сопло тоже магнитное стоять диффузор приятный пластик матовый шершавый могу подозревать что на нем может остаться след от краски поэтому аккуратно не испачкайте его красителем блин какой он прикольный маленький еще и шнур длинный так что он прям монолит он в руке сидит просто охренительно он прям такой пистолет пистолет насадка держится четко из сопла входит аккуратно слетает легко желательно наверное вот такие колеса колеса кольца его не запихивать так ну включаем первое что я вижу длинный провод провод очень толстый очень мощный так что у нас там по проводу два по одному миллиметру нифига себе то есть один квадратный миллиметр это очень много для такого фена у него мощность всего 1200 ватт но при этом провод один квадратный миллиметр он жизни не нагреется в жизни не закоротит запас по мощности просто четырехкратный включение температура вентилятор циклично работает 3 2 1 экран 60 90 120 терморежима холодный так давайте максимум боли какой он клёвый фильтр а подержать подержали включился подержали выключился фильтр здесь фильтр здесь на магнитах кнопка холодной температуры давайте проверим как быстро давайте максимум и самая высокая температура достаточно быстро остужается какая бомба он такой шершавенький такой тактильно приятный давайте что ли послушаем наши пряди новым феном вареаль супер осветляющий 9 тонов но она прям блонд гарнир ствол 11 так непривычно что надо подержать кнопку вот могу сказать одно что при всей удобности этого фена он не совсем подойдет для air touch потому что в air touch нам нужно резко включить и выключить а здесь он включается с небольшой задержкой это вот нюанс но это абсолютно неплохо если вы допустим занимаетесь прическами или укладками я думаю прям сама то 111 гарнир что-то конечно она осветлила и она даже как бы не сильно желтая надо сейчас будет достать референсный хвост кстати при выключении естественно он помнит последнюю температуру так вот я специально только что заморочился достал еще одну прядь из того хвоста ну вот было вот стало сказать что я вижу сильно глобальную разницу нет ну конечно посветлее но это не супер осветляющий так эти смешаем ну как смешаем соединим и посушим вместе понятное дело что один из них порошок так как я и говорил полетца 10 да он осветлил не сильно то на полтора ну конечно пудра осветлилась хорошо у нас осталось два наших последних подопытных которые все-таки придется сушить отдельно один из них это гарнир полотенчика а последний это лариаль 112 нет не 112 а до 10 112 какой он клёвый он реально у него хорошая разрешовка короче знаешь что я сейчас делаю вообще я хотел себе оставить все хотят я думаю что кто-то из вас хочет нет нет и тебе и тебе и вам всем ребят я придумал условия его разыграю ну как разыграть это будет подарок нет это будет подарок на новый год тому кто выполнит условия я придумаю что фен дорогой новый крутой офигенный фен за это захотел себе оставить клёвую игрушку нет ребят это будет подарок от меня для вас на новый год все условия розыгрыша будут в посте а точнее в описании я их придумаю я сейчас еще не знаю просто так отдать не хочу правильно анжела сказала что этот фен вообще идеален для тех кто делает укладки его мягкость воздушного потока его насадки ширина сопла узкое сопло терморежимы стабильные они идеальны для укладчиков плюс длинный нос сейчас почти все фены короткие тяжело перекидывать здесь идеально удобно перекидывать мне ну кайф и плюс еще вон еще единственный нюанс кстати заметил колечко нет повесить если допустим наш у кого крючок неудобно но допустим вот с таким соплом он прекрасно встает стойку аккуратно вот аккуратно короче пока я его не убил я сейчас досушу им упакую его обратно в коробку а вы читаете условия розыгрыша под этим видео я не знаю какой точно социальной сети это все будет происходить но информацию вы найдете и в моем телеграм-канале где кстати уже почти 18 тысяч 300 человек давайте уже добьем можно 20 к концу года это будет офигенно круто там кстати кто не знает вдруг там очень много рецептов формул каких-то полезностей просто что-то обсуждаем периодически устраиваем голосовые чаты на вот в нельзя грамме тоже его надо оживлять ну вот возможно розыгрыш будет там ребята вы бы чувствовали туда ощущение прям все сушу и нам еще тонировать ну что референс наша натуральная прядь 10 112 платиновый вон тут перламутровый белый до оттенок охладился браза розыра он зеленит он пепельный согласен здесь гарнир 910 ну да чуть-чуточку светлее стало оле 90 я бы сказал что как раз таки оле очень четко отработала это конечно не 90 это типа восемь с половиной где-то 0 натурал когда мягкая золотая то есть это не какой-то там супер мега цвет но как-то отработала студия порошок обесцвечивающий обещали 8 10 тонов конечно никаких 8 10 я тут не наблюдаю за 35 минут девятку плотную такую либо восьмерку до восьмерку даже скорее даже даже agile тоже смотрит немножко удивляется восьмерку полтора два тона подняли c10 палет осветлил и осветлил неплохо и он реально похож на натурал куда 10 1 осветляли то сделали нейтрализацию сделали понятие когда бы я такое сказал палет ничего так даже краска еще не сильно валяет кстати черный палет хрен вы видишь а вот эти осветляющие еще ладно так гарнир 111 осветляющий супер эффективно пепельный ну как бы не особо я наблюдаю тут супер осветление да там было заявлено 4 тона 4 тонов здесь нет здесь есть максимум тон в холодном направлении желтизны нет не спорю ну и конечно l'oreal preference 9 тонов осветления порошок плюс краситель плюс окислитель самый светлый результат что вы так орете любимые мои дорогие обожаемые целую вот вот можем сравнить первый второй третий результат да ну конечно l'oreal дал светлее нежели студио а на третьем месте я бы поставил по степени осветления все таки наверное поле уже сразу краситель то есть к чему мы здесь с вами пришли до какой можно сделать вывод у нас есть осветляющие краски есть обесцвечивающие гибридные смеси то есть краска порошок есть порошки у l'oreal очень крутая разработка по поводу видимо соотношения персульфатов потому что степень осветления которые мы добились красителем ну красителем осветлителем она максимально если вам нужно супер выберите волосы до берем его ждать от других красителей блонда по длине без вариантов работать этими красками которыми сейчас использовали на хвостах в режиме осветления тонирования нельзя это осветляющие продукты они очень агрессивные я хотел вторую партию вот эту которая тут тихо в кресле дожидается я хотел ее испробовать на наших осветленных волосах вот на вот этих но вы же понимаете что это будет полнейший бред если я светлые краски нанесу на темные волосы они типа мягкие поэтому наш второй кусок ролика будет связан с тонированием обесцвеченных волос ну и конечно мы затонируем на что-нибудь красивое наши два обесцвеченных образца поэтому сейчас я буду наверное замешивать краситель непосредственно в миске просто буду там полоскать наши прядки которые уже ранее обесцвечены подготовлены там у нас плюс минус на были волосы 6 7 уровня глубины тона кого-то обесцвечивал два раза кого-то три раза кто-то очень сильно поврежденный кто-то более менее поврежденный и я вам скажу так там волосы состоянии не очень хорошим это сделано мной было осознанно и поэтому основываясь на утверждение кати о том что все парикмахеры любят убивать волосы значит представим что те волосы кто-то из парикмахеров убил и мы будем эти убитые волосы выравнивать по цвету моя прелесть хвостом не падать такие вот исходники у меня есть сейчас мы эти исходники будем с вами замачивать в краски подберем разные но похожие такие сильно огромные тоже думаю хвосты 100 смысла брать нет возьмем что-то среднее у нас с вами 4 тонирующие краски из бюджетного сегмента вот мы и возьмем 4 5 хвостов с которыми и поработаем ой знали вы сколько часов было проведено у меня на кухне за созданием этих блондов так хватит ну что поехали первым я думаю мы с вами используем он на меня прям смотрит девиц color граньер color sensations мы здесь сейчас будем создавать платиновый металлик я думаю здесь уже повторяться нет смысла один к полутора все по стандарту по классике смешиваем это у нас мягкие красители выразительные платиновый оттенок стойкий цвет зеркальный блеск с эссенцией розы роскошный цвет стойкая крем краска но про осветление ничего не сказано можно подкрашивать корни можно делать амбре можно делать мелирование то можно добавить цветные пряди для контраста с твоим цветом волос ну окей так берем 10 на 15 делаем побольше чтобы нам точно точно хватило и сюда я бы запустил две пряди я бы затонировал нашу свежая обесцвеченную прядь которую мы делали на в реале реферансе и какую-нибудь из самых светлых самых тонких своих здесь допустим у меня есть хвост по уровню глубины тона они примерно одинаковые но вот вот эту более тонкую более поврежденную 1 и вот эту нашу желтенькую которую мы только что с вами создали и посмотрим после многократного обесцвечивания или однократного осветления тире обесцвечивания как можно получить платиновый металлик самый желанный цвет время выдержки проверяем сразу по инструкции так время выдержки время выдержки по всей длине 35 минут может по всей длине красимся 35 минут сейчас нам нужен какой-то оля стикер ну часу так стены так 1639 так 1638 30 минут это у нас значит был с вами гарнир но так и называется не вид напишем ви виды фиксируем стикер на миске отставляем ее в сторону сегодня как жидкость я занял все пространство вокруг себя наверно котика как и же это жидкость они занимают все пространство боже 1081 жемчуг жемчужная фара окислитель окислитель стойкая крем-краска сюжет 1081 был тонирующим или 18 так ну ладно получается возьмем половинку 45 522 и один пакетик и один пакетик окислитель как я и говорил мы делаем большое количество чтобы у нас хорошо пропиталась каждая треть немножко посвинячим надо ладно зная что фара краска термоядерная помню это еще из детства что ее фиг чем смоешь можем взять для нее не самую светлую прядь возьмем для нее допустим обесцвеченную нашу прядь от порошка studio она конечно тоненькая но мы ее нанесем обидно и возьмем к ней в довесок допустим вот такую прядь сильно обесцвеченная есть желто такой персиковый прикорниваю часть так и сильно поврежденные концы посмотрим что у нас получится краски много пропитаем хорошо краска жидкая прям очень жидкая для тонирования да возможно будет удобно для аккуратного окрашивания боюсь не подойдет просто течет пропорцию вы видели ровно половина должно получится ровно потому что красителя не то что много его овр дофига так здесь нацарапаем 10 81 нацарапал мне видно но не очень арни я вас не задолбали карандашиком 10 нацарапал 1081 ну я думаю видно так время выдержки читаем мой там все внутри не хочу срывать коробку чего 9 процентов по-хорошему от не было вообще использовать как осветляющую краску ну да ладно знаете что мы все сделаем у нас есть один референсный хвост через участь туда же замочу фара вне конкурса пусть плавают таком режиме она должна осветить что угодно падла упадла но время и сейчас прочитаю время 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 30 минут 30 минут час 44 значит 44 минуты 30 минут время выдержки есть стайлист color pro разработанного франции профессиональное окрашивание оттенок 922 жемчужный блонд какого фига он жемчужный если он 22 этого никто не знает ее краску пакете ладно вообще не проблема так если у нас тоже 9 процентов да вы чего прикололись и фиксинг тут не было написано супер осветляющим не было написано стойкая крем краска для волос ничего просто расцепление сказано нет поэтому мы берем 25 миллилитров а здесь у нас грамм 50 25 на 25 один к одному смешиваем 5 на что не знаю мы тонируем все мы берем жемчужный блонд у нас не было сказано что эта краска может осветлить волосы она их осветлит и сегодня кажется так осветлит 5 фиолетовая хрена тень получится почему я не особо сильно изучаю составы перед тем как начать это все дело наносить на волосы наверное потому что большое количество девушек и женщин видят красивую коробку читают название и покупают данный продукт у нас не каждый понимает что такой процент перекиси не каждый понимает что входит состав и каким образом работает продукт читают жемчужный берут и хотят получить жемчужный консистенция классная крем очень прям пластичная очень мягкая консистенция нравится поскольку 9 процентов можем тоже использовать более желтые волосы прям на желтые же да такие желтые и даже мы сделаем вот таким образом у меня тут есть просто еще один неиспользованный лист термобумаги я прям на коленях в ручном режиме возьму все очень обильно промажу и заедем кстати на вот этот вот натуральный участок посмотрим отработает в нем или не отработает буду очень много наносить чтоб просто все плавало даже не представляю девочки как вы сами краситесь дома это во-первых дико неудобно во-вторых промазать массу волос это еще тот квест не у каждого парикмахера это хорошо получается потому что зачастую бывают непрокрашенные участки или там какой-нибудь не особо ответственный мастер взял так наляпал и оставил пятна а вы это делаете дома сами это геройство для пряди видите я ее прям прокручиваю на планшете чтобы saturation оно же насыщенное пряди было прям максимально пол тюбика краски конечно на одну прядь никто не выкладывает но мы тут сегодня с вами жестим имитируем очень щедрых и богатых клиентов мастеров которые краску не жалеют так сейчас так закроем значит здесь у нас стайлист стайлист 922 время нанесения 16 часов 49 минут время выдержки продукта на волосах у нас составляет 35-40 минут напишу так 35-40 ну и последний наш подопытный на сегодня цвет про который я еще вчера сказал что я думаю что он будет самый красивый его любят его знают его используют многие долберисты в конце концов бумажка отсюда его обожают вот это лучшая краска доступная любимая обожаемая высок краска за слово обожаемая Estelle великий и ужасный 1076 скандинавский блондин что я скажу вам про эту краску я ее знаю по оттенкам то есть я знаю девчонок которые красятся этими оттенками и я даже знаю некоторых мастеров которые имеют 76 направление у себя в арсенале потому что она правда крутая открыл и сейчас опять офигел 9 процентов то есть мы исходный желтый либо средний русый уводим вот в такой вот предварительно чего необходимо предварительное осветление перламутровый цвет ну то есть короче мы видим да что из желтого перламутра мы сделаем а из русого светлого мы уже не сделаем то есть хотя бы написали спасибо что необходимо предварительное осветление волосы мы предварительно осветлили осветлили о не пожалели слушайте 37 с половиной миллилитров и 50 миллилитров получается опять один к полутора ладно замесим полтюбика на пакет вот про 1076 и 976 я знаю одну вещь в процессе окисления обычно он превращается просто во что-то невообразимо фиолетовая темная жуткая но на выходе мы имеем очень красивый цвет вот сейчас посмотрим проверим ну и мои 9 процентов 9 процентов на светлые волосы либо после предварительного осветления сверху 9 процентов о каком щадящем режиме работы краски можно разговаривать вообще кто-нибудь мне объяснит даже рисочка есть одна вторая то есть даже если у вас весов нет можно почти точно выдавить 20 грамм ну почти по риску да чуть чуть больше так замес очень слабо пахнет амяком очень прям вот почти не пахнет а потом вы кстати спрашиваете а почему бытовая краска осветляет вот я там беру светленький а а профессионально нет ребят 9 процентов мы десятые ряды кладем на 1 и 9 на 3 край на 4 процентах а тут 9 естественно он будет более прозрачный естественно будет более светлый потому что ну а как иначе перекись она переокисляет пигмент она не дает пигменту провалиться структуру волоса она не дает цвету уплотниться то есть у нас происходит так называемая переоксидация в процессе работы красителя у нас кислород из перекиси водорода который выделяется при взаимодействии с аммиаком он у нас начинает подъедать остатки недоосветленных пигментов мы сюда замочим сразу две пряди одну сильно поврежденную светлую прям замолчим прям вот крестин прикинь трижды обесцвеченные волосы какие-то у меня здесь есть даже я на девяти процентах сейчас кражу хорошая краска будем краситься давай дайвинас выкинем возьмем остель и хоть в чем то ты со мной согласна спасибо дорогая так и возьмем более темную прядь такую же желтоватую да как она у нас была уже в одном из красителей по-моему это у нас было фара да тоже прямо сейчас ее все так пропитаем все составы мы с вами переберем потом отдельно телеграм-канале мы будем прям разбираться потому что так получается длинный не особо хочется вас сильно грузить как еще раз говорю составы все приложим в конце ролика фотки захотите почитаете но отдельно после нового года в телеграме ссылка на который внизу в описании посидим пообщаемся а кстати что касается фена розыгрыш будет достаточно долго идти он будет идти до старого нового года потому что сейчас ну какой парикмахер сейчас будет носиться с розыгрышем у нас сейчас самая работа а вот как раз таки после на каникулах небольших можно все посмотреть выполнить задание которое для вас придумали и выиграть вот самый фен который у меня тут за спиной я хочу произвести замер максимальной силы с которой он дует ставим холодный воздух максимальный ветер и с расстояния кулака 0 кулак фен 90 ну вот чуть чуть ниже чуть чуть меняю косое направление прямое направление но мы имеем порядка 90 грамм для фена мощностью в 1200 ватт показатель более чем прекрасен он абсолютно легко сравнивается по силе воздушного потока с дайсоном чуть-чуть можно сказать уступает лайфену но у него есть огромное преимущество перед этими двумя фенами ребят он тихий он прям офигенно тихий вот я думаю я включаю вас не глушит вот я его включил да есть шорох шелест но нету высокочастотного свиста у него мягкая направленная струя даже без концентратора вот я ее чувствую здесь я ее уже не чувствую реально крутая вещь прям причесочником вообще залететь должно а для дома тоже бомба дети родители ваши там или еще кто-то даже не услышит если вы будете делать себе укладку в ванной и длинный провод очень удобно прям хороший толстенький ну вот крючочка нет жалко ну ничего можно смотать и повесить потому что есть вот такой вот фиксатор многоразовый удобный силиконовый я его протру запакую и подарю когда вы выполните все условия и будьте счастливчиком так мы досиживаем последние минуты я не хочу наносить вот тот вот 112 пепельный на обесцвеченные волосы я уже не готов это осветляющая краска которая нам сделала просто темно-пепельный цвет серовато-зеленовато и даже по некоторым освещениям прикиньте если я сейчас вот это вот нанесу на обесцвеченные у меня же сталь получится или сделать крис сделать или не сделать ну зачем мышь сделать ну давай сделаем все ради вас ладно последний эксперимент дай пожалуйста мне мисочку тогда чистенькую я сделаю ладно у меня есть нычка я говорю я сегодня котик я сегодня жидкость я сегодня занял все пространство предоставленное мне играем в Кристину а чё это прям ой Кристина а чё случилось ты сегодня даже не бухтишь в ролике ты сегодня душка это чё это чё это так значит у нас здесь с вами было давайте вспоминать 60 1.5 к полутора консистенция бомба полил промазал спирт и там алкоголь динатурат на первом месте смотрим по первому времени что у нас там 16 38 30 минут сейчас 59 не еще не прошло как-то мы быстренько управились поменьше у нас тут хвостов последнее время выдержки и все и и все я вам все показываю и все там уже что-то начинается загляни туда там что-то уже пошло я думаю никто не улечит меня в том что я мало краски положил там все просто плавает называется я быстрее хотел остались руку брать здесь на волосах на 20 минут если вы нанесли смеси несколько ложными на 25 минут если на сухие мы нанесли на сухие 1638 сейчас у нас 1710 до 12 смываем это велик гарнир ну шершавые конечно они прям пипец разница по цветам глобальная между осветленной прядью сегодня и многократно обесцвечены ну конечно веселье несусветное так наносить я буду концептовский кондиционер чтобы все были в равных условиях кондиционер для окрашенных то есть то чем обычно допустим можно пользоваться дома да я не стабилизирую шампунем но зачастую эти красители в коробочных вариациях они смываются водой и после этого просто обрабатываются кондиционером из пачки некоторые девчонки знаю выкидывают эти кондиционерчики поэтому мы делаем обычно можно конечно подержать немного давайте подержим будем складывать на ту же миску где бы в 10 81 здесь у нас с вами пара здесь у нас три пряди но здесь мы здесь осветляли нашу референсную прядь боже мы здесь тонировали сильно обесцвеченную прядь и также нейтрализовывали тонировали прядь которую мы обесцветили по сути порошком studio первой половине ролика пока я вообще не понимаю что можно сказать про это но то что она 81 направления я согласен на сто процентов потому что 81 она что в лонде что вы или что в цико то есть там где есть жемчуг и пепел она всегда вот такой вот синюшная это факт это правда то есть здесь даже говорить ничего не будет так она и есть так дальше здесь у нас 10 76 нанесенный 17 55 на 30 минут нет еще рано стайлист 922 нанесли 50 минут 49 35 40 минут сейчас у нас время 17 16 так 40 50 10 15 25 нет эти пряди у нас еще пока не готовы здесь пока ждем так здесь у нас estelle нанесли в 17 55 время выдержки 25 минут сейчас 17 20 на улице ночь вообще непонятно такая вот темная жижа но я и говорю что будет темный это нормально в мокром виде он так и должен выглядеть это я тоже знаю он будет сильно темный волосы еще раз говорю очень очень сильно поврежденным грубо говоря такие которые бывают после горе мастеров которые сжигают клиентам волосы либо после домашних многочисленных экспериментов по обесцвечиванию волос когда уже по сути стадия повреждения терминальные волосы должны рваться мы тут на них еще девятипроцентный оксид налили на самом деле если прям руку на сердце оксид конечно эта вещь страшная но она страшна в сочетании с высокой щелочностью то есть когда краситель высоко щелочной плюс много кислорода да мы можем потерять волосы если у нас краситель более или менее мягкий и его среда не настолько сильно щелочная а он более кислый то высокий процент перекиси может не убить 922 стайлист нанесли в 1649 время выдержки 35 минут 50-22 в принципе можно смывать и кстати что я хочу сказать про краситель стайлист он набух просто нереально он прям как вот раздуло его ну первое что я вижу я вижу конечно сиреневые волосы что и следовало ожидать при использовании красителя с номером 922 двойной фиолет но сейчас я вам просто покажу коробочку да еще раз говорю волосы очень сильно повреждены терминально повреждены местами они уже просто не волосы но чё кого позвать окей давайте сделаем сноску на то что может быть это было рассчитано на осветление с нейтрализации но опять же там золотистый а тут фиолетовый ну по поводу неравномерный окей прядь толстая мог плохо промазать краска была очень густая хотя бы опять же видели какое количество красителей я куда наносил это здесь последний я наносил стиль это у нас было 55 минут это был 50 у него время 25 минут до смываем 30 минут боже лореаль 10 112 тот самый серебристо-серый я бы сказал тени-синий нет он должен быть синим потому что интенсивный пепел он конечно синий настолько ли он должен быть синим конечно это вообще вопрос я ничего не утверждаю мы еще ничего не высушили но что-то мне подсказывает что клиенты не будут сильно рады такому пепельному оттенку да мы сейчас даем кондиционеру хорошо поработать на волосах сработать в роли стабилизатора пусть лежат а первые пряди которые у нас про были в кондиционере уже на протяжении наверно минут десяти или пятнадцати мы будем смывать ребята парадокс но мне нравится он чисто 81 вот он прям какой вот он должен 81 оттенок быть это тонн на бесцвеченных волосах такое есть он прям вот жемчугу утром серы и он не темный я сейчас немножко в шоке и лореаль яркость цвета возьму махрушку чтобы побыстрее их поджать и будем сейчас с вами наблюдать как все это у нас хозяйство выглядит относительно тех коробочек на которые мы смотрим при выборе красителя потому что просто обычный потребитель всегда смотрит на коробочку они в америке даже просто называются the box color то есть коробочный краситель краситель из коробки эти покайфую немножко еще потом упаковывать будут честно я не верю что этот день подошел к концу но выводов я думаю до сегодня много начнем с осветления которое лежит по левую руку от меня соответственно справа от вас вот тому также разложенные по-прежнему на мойке осветляют ли магазинные краски коробочные ну что-то осветляют можно ли получить хороший светлый блонд просто краской просто взяв и намазов нет нельзя супер осветляющий мега осветляющие продукты такие как в реалевская коробка которая где-то здесь стояла а вот она под названием preference le blonding по своей сути не является осветляющей краской это гибридная смесь это порошок кооксид и крем краситель studio professional по сути это вообще просто обесцвечивающий порошок который осветлил кстати слабее чем лореаль да эти два продукта способность шестерку семерку поднять куда-то до уровня девятки но не десятки если увеличить время воздействия примерно раза в два до будет белее но мы сейчас идем по инструкции мы не фантазировали другие красители такие как гарнир оба и полет и олея до смогли осветлить тон 2 максимум на удивление приятный оттенок дал палет он прям вот вот он лежит с краешку вот он прям ничего так он похож на гарнир 111 палец и 10 по сути это 10 уровень с пепельным направлением либо 10 первое направление единичка либо 11 интенсивно пепельная говорить работе допустим осветляющие краски с пепельным эффектом для натуральных русых волос вообще не приходится они не осветлились но окей там мы осветлили а здесь мы затонировали вот давайте пройдем теперь по всему что мы здесь вот видим даже не знаю через сказать ну окей вот здесь мы попали до 9 из 10 попали он конечно более темный но я думаю что если правильно сфотографировать этот хвост вытянуть его в масочке подержать до синева уйдет сначала он был прям ультра синий сейчас он такой уже синий серо пепельный но как бы ок как бы база розира все норм он холодный только давайте учтем маленький нюанс волос обесцвечены три раза база была просто уже раздраконена до такого состояния что там ну они уже почти вкус краска не спалила их окончательно нет все волосы остались можно вы захотите вот такой цвет ну как бы вот там вот ну как бы вот вам разница есть ладно если кто-то захочет не вопрос цвет имеет место быть и некоторые его любят 922 жемчужный блонд да то есть мы смотрим на коробочку такая девочка светленькая приятная бежалтезная фиолетовая розовая вот это вот все на девяти процентах на трехкратно обесцвеченные волосы и опять же смотрите я эти волосы пытался убить я не смог их убить я не знаю какие там супер мастера уничтожают волосы что все отваливается вот это вот она обесцвечивалась у меня весь день это просто было потрачено как кристина любит говорить день жизни был отдан на обесцвечивание от этих всех хвостов они были бело-желтые такие ближе конечно к белому но тем не менее где по цифрам все хорошо я согласен 22 он дал 22 базар узира ребят коробка мы смотрим на коробку ладно ст 1076 цвет неплохой здесь база была желтея здесь база была белее чистоту цвета видите лично я нет мы опять же смотрим что нам предлагает коробочка что нам предлагает пильник ну да какая-то легкая схожесть в оттенке есть но для того чтобы подготовить вот эти волосы я еще раз говорю сколько времени мне пришлось потратить да вы не доведете свои волосы бытовыми красителями до такого уровня глубины тона вы да сможете используя преферанс для блондинг предельно сильно их осветлить но они не будут белыми то есть вы и не представляю сколько денег и времени и силу грохайте для того чтобы получить исходник и получите вот грязноватый тон и фонтан дальше движемся гарнир color sensation возлагал надежды с прежде не оправдались это типа двадцать первое направление фиолетово-пепельная ноутон он и есть фиолетово-пепельный а вот прядь которую мы с вами осветляли сегодня лореалевским красителем максимально сильным честно чушь вот я вот здесь вижу полнейшую чушь он серо-желтая зеленовато и так далее еще раз говорю можно покраситься этими красителями если вы подберете исходник найдете идеальное сочетание возьмете там правильные пропорции и если катя допустим да вы про которую мы с вами говорили нашла эти пропорции молодец ок да и не спорю на перешерстила значит весь рынок выбрала лучшие продукты но блин девочки как вы делаете вы идете просто за коробочкой с красивым цветом вы не идете покупать курсы и перепробовать на своей голове миллион красок и поразительно для меня это фара это реально для меня это был шок из всех цветов это 81 крис а дай мне пожалуйста палитру лонды новую которая вот без волос такая вот побольше которая вот первая да у нас попадание вот 881 вот 1080 мы по сути попали в тон то есть у нас самый дешманский краситель который никто вообще ни во что никогда не ставил он нам дал плюс-минус чистый цвет да он ледяной это 81 жемчужный пепельный все ок но он свет а вот это вот у нас была прядка которую мы референсную с вами брали помните достал прядочку и мы ее намазали вместе насыпилась хреновенько но насыплилась и в холодный тонн вот здесь кстати у нас еще один мой референс порошковый ой ребят я сейчас набрехал перепишем моменте где все это говорит еще думаю что-то слишком светлое так вот это поменьше это который побольше вот это вот в которой побольше нас было натуральная мы ее намазали краской на 9 процентах она вас почти не поменялась а вот это у нас было осветленное порошком studio professional тоже но на супер обесцвеченный вот это самый жемчужий цвет краситься ли бытовыми красителями естественно решать вам я сейчас пробон темные вообще кастинг 1 0 и того какие-нибудь махагоны темно-коричневые даже некоторые рыжие все нормально по поводу блонда да не осветлят они идеально хорошо отработает на корнях с максимальной температурой с молодым корнем с молодым кератином который легко осветляется сантиметр-полтора край 2 с увеличенным временем выдержки с добавленным теплом в виде шапочки либо фена либо полотенца а так я думаю нет поэтому надеюсь мои сегодняшние труды заслужили лайка и комментария пишите в комментах какими красителями бытовыми пользуетесь вы что вам нравится может у вас есть какой-то рецепт я его как-нибудь тоже попробую я еще раз не не отрицаю что она работает но самое главное не забывайте я хочу вам его подарить поэтому все условия розыгрыша этого красавчика малыша читайте в описании к ролику а я вас всех обнимаю целую поздравляю вас с наступающим новым годом с наступающим рождеством хороших вам праздников отдыха выходных а мне еще поработать и не только сегодня но увидимся всех люблю с наступающим новым годом